Здравствуйте, мои дорогие! Обычно я с вами утром здороваюсь, но сейчас не сказать, чтобы утро. Ой, да сейчас и не поймёшь. Вот оно. Пасмурно, пасмурно. Не радует как-то погода. А когда ещё здоровье не радует, вообще нехорошо. Гляньте, какой у меня гранатик-то жёлтый стал. Вот он один так пожелтел, а? Вот всё так более-менее вокруг, да? А он прям жёлтенький-жёлтенький стал. Вот как я сняла с него все вот гранаты, и он прям тут же стал жёлтеть. Ты мой хороший. Ой, я уже мысль потеряла. Вот. А чем я хотела поделиться с вами? Ну, это прям последние мои эмоции, которые, ну, просто зашкаливают. Я понимаю, это, может быть, не для всех, но любители хорошей, шикарной актёрской игры, мы, вот не стесняюсь этого сказать, мы несколько лет ждали продолжения сериала «Метод». вот даже не знаю, как сказать. Ну, понятно, те, кто не любят детективы, это мелодрамы, это не ваша тема. Вот. В общем, короче говоря, заболевшую мать решила дочка с зятем порадовать, и переслали мне вышедшие две серии «Метода 2» с Константином Хабенским. Девочки мои, я рыдала. Я рыдала от счастья увидеть вот такую игру актёра. Понятно, что Константин Хабенский вытащит любой фильм, даже такое дерьмо, как «Коллектор», в котором он снимался, но он его вытащил. А уж тут... Ну, это просто... Конечно, второй метод не сравнить с первым. Я уже это понимаю. Но Константин – это просто вот... И тут даже не дело, знаете, не то, что это криминальный сериал, там, то да сё. Просто игра актёра. Я, конечно, молчу о исполнительнице главной роли, этой новой жене Бондарчука. Ну, она как была никакая, так она и есть никакая. Талантово не возьмёшь ниоткуда, если его нет. Но Хабенский, да, не зря я ждала столько лет продолжения. Я понимаю, что многие со мной не согласны будут. Людям нравится больше смотреть какие-то мелодрамы, какие-то вот эти сериалы. Ни про что. Ну, это моё мнение. И я от него никогда не откажусь. Так что я просто счастлива. И буду ждать выхода остальных серий. Только вот... Только чтобы посмотреть вот на эту игру замечательную. Напишите мне, кстати, в комментариях, девчонки, напишите, кому нравится Хабенский как актёр. Какие роли его вам нравятся. Я-то его все фильмы видела, и не по одному разу. И, кстати, напишите те, кому не нравится он и почему. Мне это очень интересно. Потому что сколько нас, столько и мнений. Вот. А сейчас я болею. Особо... Особо не работаю. Участок весь в дерьмо превратился. Но пока я, конечно, пока не выздоровею. Не буду я ничем заниматься. И так больше лежу. Вот. Так что напишите. Мне хоть так с вами пообщаться. Ой, как скучно одной девчонке. Ну что, позвонят, поговоришь, да и всё. А так вот лежишь на кота, на этого смотришь. То радуешься, то огорчает. Такое вытворяет, Господи. Так что напишите мне, пожалуйста. Так что напишите мне, пожалуйста. Очень интересно. Ну, а теперь хочу вам показать, что я сделала за вот эти последние дни. Вот такой шарф. Вот такой шарф. Он белый абсолютно просто. Такая погода пасмурная. Кажется, не белый. Вот видите, такие штучки металлические. Вот. Они только посредине шарфа. Поэтому получается, когда вот так одеваете, он как раз вот у вас на груди будет этот рисунок. Фурнитура под серебро тоже. Вот такой шарфик. Буду чередовать сейчас. Ну что ж, готово моё многострадальное украшение. Почему многострадальное? Я не знаю, девочки. То ли потому, что я себя не очень хорошо чувствую. Ну, короче говоря, рассыпалось оно у меня два раза. Практически целиком. И всё вот это на пол, по плитке. У кота счастье. Он давай сразу, конечно, всё это гонять. Но потом я уже попросила, кто там наверху. Говорю, ну помогите мне, нужно доделать. Я же не могу бросить. Ну, и сегодня утром села и доделала. Ну, на нормальной женской шее оно не будет такое длинное. Нет, оно шестьдесят там с небольшим сантиметром. Кому надо, я померю, напишу вам. Вот. И тут я его посадила на силикон, потому что тяжеловато будет. Замочек сзади. Но хочу сказать, то, что рассыпались у меня бусины, вот это падая со стола на плитку, катаясь, заодно и проверилось качество бусин. Потому что это стекло, ну и, видимо, наверное, крашеное. Я так побоялась, думаю, сейчас всё обобьётся, обдерётся. Нет, испортилась одна бусинка и то чуть-чуть, которую котёнок держал во рту, грыз, и, в общем, я у него еле отняла. А так всё нормально, значит, хорошее качество. Ну, а вот это, вот это коралл. Такое яркое. Я думаю, что на нормальной шее оно будет, наверное, вот так вот где-нибудь. Давно я не делала ничего красного, аж самой прям приятно. Ну, а это от уходящей осени. Ну, вот листочка я не нашла дубового, но это сам по себе красивый лист, поэтому я думаю, что... Хорошо. Тоже камень какой-то тонированный. Такой сочного такого цвета. Вот. И подвесочка вот такая. Дальше идёт по убывающей. Ну, и замочек-карабинчик. Фурнитура вся под бронзу. Вот. Тоже на обычной шее не будет тону. Вот оно будет покороче, конечно. Ну, а что, представляете? На хорошей груди, да такой хорошенный жёлудь. Как смотреться-то хорошо будет. А теперь хочу вам что представить. Девочки, сама обомлела. Ну, я обычно, когда работаю, у меня идёт какой-нибудь сериал. Ну, обычно сериалы, потому что, чтобы, знаете, не переключать там в интернете, не искать. И вот они у меня идут. А я не смотрю, я занимаюсь своим делом и слушаю. Ну, иногда посмотрю там, если что-то заинтересует. И тут поднимаю глаза и вижу дама. Ну, по ходу там сериала она какая-то там депутат. Ну, в общем, такая высокопоставленная, скажем так, женщина. В синем платье. И у неё сверху на платье вот такое вот. Ну, и получается, это уже не шарф, а чисто как украшение. Я быстрее, пока не забыла. Я ж могу и забыть. Быстрее. Вот такой у меня шарфик был. Я его быстренько пополам разрезала и сделала. И хочу сказать вам, ну, он опять же смотрится-то где-то вот так вот. Хочу вам сказать, что очень хорошо, мне прям понравилось, как на ней это смотрелось. Поэтому вот я сделала. Надо ещё, у меня есть там розовенький шарфик. Тоже такой вот не широкий. Надо попробовать сделать ещё и розовенький. Может, вам кому понравится. Вот так, что, оказывается, не только носят как шарфы, но и как украшения. Так, вот это вот украшение тоже я тут на днях сделала. Ну, это прям практически чокер. Ну, почти под шею. Ой, какая-то ниточка. Так, наверное, будет. Вот, мои хорошие. Тут аметист и кошачий глаз такой фиолетовый. Вот, а это было у меня, даже не знаю, как это называется, с двумя отверстиями по бокам. Оно тоже такой фиолетового цвета. Мне показалось интересным взять его вот так вот вставить. Необычный. У меня вот ещё такого не было похожего. Ну, и каучук на шее. Мне нравится на шее каучук. Я вот не люблю, когда у меня какие-то бусины сзади вот на шее. Мне не нравится. А ещё мне каучук нравится тем, что он облегчает украшение. И, вы знаете, вот так вот раз в месяц взял его, я вот протираю просто влажными салфетками. И всё. Потому что об шею бусины пачкаются. Но мы же их не протираем каждый раз. А этот проще гораздо. Вы мне напишите, что вы думаете по этому поводу. Вот такой вот. Ну, это вот такая ткань. Он, знаете, как гофрированный, мятый такой вот. Но очень приятная ткань на ощупь. Такая прям какая-то шелковистая. Вот такой вот сделала. А, меня, кстати, спрашивают, какой длины шарфы. Шарфы полтора метра в основном. Бывает покороче, но это уже такие шарфы бывают. Ничего с этим не сделаешь. А так полтора метра. Марина, вот подруга моя, она оборачивает прям вокруг шеи несколько раз его. Она так любит. А, и вот сделала вот такой чокер. Вот этих синих бусинок керамических. Мало. Пять штучек всего. И вот я ломала, ломала голову. Что-то мне хотелось такое сделать. Вот. Сделала вот такой чокер под шейку. Вот с такими блестящими пуговками. Вот с этими. И на белом силиконе. Такое нежненькое. Вот тут замочек. Они прям свободно двигаются. Ну, они никуда же не денутся. Они всё равно будут висеть по центру. Ну, и в завершение вот такой шар. Глубокого такого синего цвета. Вышитый пайетками он. По всей длине. Такая фурнитура. Не знаю, что это за штучки. Весюлички с шариками. Вот такое вот. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Спасибо всем за внимание. Ещё у меня там на подходе несколько пар серёг. Вот. Но это уже будет, видимо, в следующем видео. Берегите себя. Постарайтесь не болеть. Болеть очень плохо. Желаю вам всем всего-всего хорошего. Главное – здоровья. И покоя в душе. Ну, пока-пока, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»